Всем приветик! Сейчас, Лев, подожди, я проверю, я не знаю, что я вообще не знаю. Скажи, пожалуйста, мы там проверяем. Зависла. У кого зависла? Ребята, я зависла или нет? Пожалуйста, ученики, кто-нибудь напишите. У всех зависла. Или не у всех? Так, ну ладно, всё, мы начинаем. Нет, не зависла, всё, супер. Спасибо большое тебе, добрый человек, который написал, что я не зависла. Итак, сегодня у нас с вами встреча с дизайнером интерьера Юлией. Я её представлю чуть позже. Хочу сказать о том, что, во-первых, спасибо вам большое, что пришли. И эта встреча изначально планировалась только для учеников фундаментального курса. Но мы решили первую встречу открыть для всех, чтобы все желающие смогли посмотреть и узнать для себя интересную, полезную и новую информацию. Следующие встречи с дизайнерами будут проходить только для учеников нашего фундаментального курса. А сегодня перед вами выступит Юлия и расскажет о том, как она проводила своё детство, как она пришла к тому, что хочет работать дизайнером, сколько она зарабатывает и вообще просто расскажет об этой творческой профессии. Так. И ещё хочу вам представить нашего куратора Эльвиру. Это куратор курсов, которая... Ребята, всем привет! Она с вами всегда связывается, помогает мне в чатах и вообще просто, если у вас какие-то проблемы с курсами в техническом плане, всегда вам помогает. И сегодня у нас, значит, открывается набор на второй поток фундаментального курса. И в описании будет ссылочка, по которой вы сможете заполнить анкету. И вот куратор Эльвира как раз-таки с вами свяжется и с вашими родителями и расскажет подробнее про обучение. Вот сейчас вы посмотрите этот эфир, вдохновитесь, и я надеюсь, что придёте учиться на фундаментальный курс, потому что там учатся именно те, кто хочет связать свою жизнь с творчеством, с рисованием и с дизайном. Вот, а теперь я передам слово Юлии, и она с вами уже поговорит на творческие темы. А я удаляюсь. Так, ребят, только секунду, сейчас я тут кое-что поправлю. Так. У тебя работает же интернет? Да. Всё, всё супер. Нормально так? Ага, отлично. Всё, ты можешь туда присаживаться и переключать. Всё, ребят, я куратор напомню, просто я тут технически всё настраивала. Так, ну что, всем привет, ребята, всем привет. Сразу скажу, что запись эфир немножечко тормозит, да, есть небольшое отставание, поэтому вопросы, которые вы будете задавать, я буду видеть не сразу, да, поэтому если будут какие-то минутки молчания, прошу меня не ругать. Я думаю, что мы с вами всё разберём, посмотрим. Так, ну, значит, смотрите, небольшое вступительное слово, да. Да, я бы хотела вас попросить задавать мне вопросы, да, во время того, как я буду вести презентацию, рассказывать о себе, о своей профессии, о том, как я стала дизайнером интерьера, что мне для этого нужно было. Эти вопросы задавать в чат, да, мне сказали организаторы, что могут задавать ребята, которые учатся на фундаментальном курсе, потому что трансляция, точнее, чат на ютубе отключен, вот, поэтому я буду ждать ваши вопросы, можете, в принципе, их сразу написать. Так, ну что, давайте начнём, да, поехали. Меня зовут Петрушина Юлия, да, я дизайнер интерьеров, профессиональный дизайнер интерьеров и работаю в этой сфере уже 7 лет. Смотрите, в первом слайде я отметила свой рабочий профиль jpdesign.ru, а также есть профиль нашей школы, да, bdesigner.ru. Хочу обратить ваше внимание, что школа у нас для взрослых, у нас обучаются с 18 лет, поэтому, если вы всё-таки надумаете стать дизайнером, да, в будущем, и вам уже исполнится 18 лет, мы вас будем очень-очень сильно ждать. Кстати, сегодня у меня будет для вас очень-очень классный подарок, чек-лист, который я вам отправлю после презентации, но для этого нужно будет сделать домашнее задание. Так, ну что, давайте, поехали, едем по презентации. Так, значит, смотрите, да, девчонки мне прислали основные вопросы, которые мы обсуждали с ними перед тем, как начать данную презентацию. И первый вопрос, это где я училась? Я закончила Казанский архитектурно-строительный университет, это высшее учебное заведение по направлению архитектор. Да, то есть я заканчивала не конкретно кафедру дизайна интерьеров, я закончила архитектуру. Есть такой нюанс, что в строительном университете, да, на кафедре дизайна, в целом, в Институте дизайна и архитектуры, первые два или три курса все проходят одну и ту же программу. И в принципе дизайнером интерьера можно стать, даже если вы поступили на другой любой факультет. В этом нет никаких сложностей. Где я не училась, да, я хотела отметить это тоже подробнее, я не училась в художественной школе. То есть мне не нужно было идти в художественную школу какую-то для того, чтобы проходить курсы и потом в дальнейшем поступить в университет. Мне достаточно было пройти курсы при университете. То есть при любом учебном заведении, в принципе, есть свои курсы, которые готовят именно к отступительным экзаменам. Вот, что я сдавала, да, как я поступила. Я училась рисовать, опять же, на курсах при университете. Я сдавала черчение, композицию и академический рисунок. Да, что такое академический рисунок? Академический рисунок это рисунок каких-либо объектов декора, да, фасадов здания чаще всего. То есть это капители, какие-то колонны. Может быть, что это бюст человека, например, как в Санкт-Петербургском университете. Да, я училась в Казанском. Поэтому всё-таки я вам советую смотреть конкретно в вашем учебном заведении, какие нужны экзамены. Далее композиция и черчение. Композиция и черчение это как раз-таки те основы, да, где изучаются перспектива, ортогональ, где изучаются частично колористика, да. И как раз-таки это вся та информация, которая есть на фундаментальном курсе в школе, да. Поэтому я всё-таки рекомендую, если вы ещё не учитесь на фундаменте, да, как его называют коротко, обязательно туда пойти. Потому что, например, я поступала, мне понадобилось два года подготовки, да. Я не училась в художественной школе, точнее, я училась, давайте расскажу так. Я училась, но полгода. Мне вообще не понравилось, потому что преподаватели, не могу сказать, что они были какие-то плохие люди, нет, прекрасные учителя, но они меня не очень вдохновляли. И то, что мы рисовали в художественной школе, совсем было не тем, что потом в итоге оказалось в университете. И два года отходив на курсы перед поступлением, как раз-таки я и изучала все те вещи, да, и основы, которые вы сейчас уже можете изучить на фундаментальном курсе. Вот, так, если есть какие-то у вас вопросы сразу, да, я бы хотела, чтобы вы мне их задали. Поэтому, если вдруг вы уже написали в чате девочкам, то я жду, пока они мне их перешлют, и я сейчас буду на них отвечать. Давайте ещё расскажу, да, как я вообще пришла к тому, что я хочу стать дизайнером интерьера. Когда я училась в школе, я знала, я хотела стать дизайнером, но чего конкретно я не понимала. Одежды, да, или интерьером, да. Есть ещё моушн-дизайнеры сейчас профессия, это графические дизайнеры, которые рисуют различные плакаты, рисунки. Я думаю, вы знаете, скорее всего, об этом, но если не знаете, сможете потом посмотреть в интернете. И я до конца не понимала, что же я хочу, что же я хочу, что же я хочу конкретно. Я просто хотела стать вот дизайнером. И в процессе своего взросления, да, своего становления, скажем так, я начала выбирать вузы и учебные заведения по направлению дизайн интерьера и дизайн одежды, да. И поняла, что в моём конкретном городе, к сожалению, нет того заведения, именно специализирующегося на фэшн-индустрии, да, одежде. И поэтому, собственно, я выбрала архитектуру и дизайн. И, в общем-то, не зря, потому что это та сфера, где можно реализоваться с лёгкостью. И самое главное, чтобы у вас была развитая фантазия. Ну и, конечно же, немножечко труда, да, совсем чуть-чуть. Вот, вы, я помню, мне девушки скидывали вопросы, задавали вопросы о том, можно ли поступать после девятого класса, да, после одиннадцатого класса. Я не знаю, честно говоря, насколько широк спектр, да, даже не услуг, а выбора у нас в России для поступления, к примеру, в России, да, в университеты и заведения какие-то учебные. Но я поступала после одиннадцатого класса, и для сдачи мне нужен был только русский, язык и математика. Всё, вот. Поэтому, какие я предметы... Ну, я сдавала ещё дополнительное общество знания и английский, в случае, если вдруг не получится у меня поступить в университет. Вот, но всё получилось, всё сложилось, и всё, в принципе, прошло хорошо. Но, да, вам нужно уточнять актуальность на сегодняшний момент, потому что я закончила университет достаточно давно, да, и в целом я бы всё-таки вам рекомендовала посмотреть актуальность данной информации конкретно для вашего учебного заведения. Далее, да, вопрос. Как я вообще заинтересовалась архитектурой? То есть, как это было? Мне всегда нравилось гулять, мне всегда нравилось смотреть на то, что вокруг меня, и я очень часто обращала внимание на то, что какие-то здания отличаются, да, в моей обычной жизни от других. Очень яркая, красивая подсветка, они выглядят так, будто бы они парят вообще над улицами, да, и меня это всегда так завораживало, а особенно меня покоряли очень высокие здания. И небоскрёбы, да, в данном случае. И я всегда думала, как же это так, как этот человек мог такое построить. И вот этот интерес, он постепенно перерос уже в архитектуру, а далее уже в дизайн интерьера. Дизайн интерьера, кстати, начался не случайно. Когда я поступила в университет, я сразу практически начала работать, и моих знаний и навыков, да, на первом курсе, так как программа у всех общая, хватало только на дизайн интерьера. Я устроилась работать в студии дизайна к дизайнерам взрослым, и, собственно, там уже полюбила сам дизайн интерьера, и поняла, что это мне нравится чуть больше, чем архитектура. Кстати, у меня есть слайд для вас специально, в чём отвечает профессия архитектора и профессия дизайнера. Давайте с вами как раз-таки посмотрим. Значит, смотрите, архитектор и дизайнер – это действительно два разных человека, но есть небольшой нюанс. Дизайнер, да, если вы учитесь на дизайнера, архитектором стать не может, а архитектор, если вы учитесь на архитектора, дизайнером стать может. То есть архитектура – это такая общая, общая, большая сфера, в которую вы проходите фундаментальные знания, и, собственно, потом уже можете выбрать дальнейшую нишу, да, для дизайнера или ещё что-то. Но не обязательно идти сразу в архитектуру, можно пойти и на дизайнера, ничего страшного. Так, давайте отвечу сразу на вопрос, который здесь у нас есть. Сложно ли придумывать дизайн интерьера? Как это происходит? Сложно ли придумывать? На самом деле нет, не сложно, поначалу было только сложно. Дело в том, что к нам, когда обращаются люди, да, это настоящие люди, заказчики с деньгами, и деньги, к сожалению, у них не ограничены, да, то есть есть определённая сумма, в которую мы должны уложиться. И дизайн интерьера – это как раз-таки та классная задача, когда человек должен придумать клёвый, классный, стильный дизайн и при этом уложиться в ту сумму, в которую нужно. Так, сейчас расскажу ещё поподробнее, как мы придумываем дизайн, что туда, что мы делаем, да. Так, вот ещё вопросы у неё пришли. Классно, спасибо вам большое, что вы задаете вопросы. Я очень рада, что мы с вами вот такой вот диалог ведём, а я не просто рассказываю одна, как это обычно бывает. Очень часто. Вы большие молодцы, спасибо вам большое. Так, архитектор. Давайте с вами пройдёмся быстренько по этому слайду и приступим дальше. Архитектор – это человек, который проектирует целые строения, дома, торговые центры, офисы и другое. Всё, что вы видите вокруг себя – это большие здания, которые были спроектированы архитектором. Дизайнер же проектирует внутренние помещения. Есть ещё дизайнер экстерьеров. Вы, наверное, знаете интерьеры и экстерьеры. Интерьеры – это in, да, in – английское слово, всё, что внутри. А экстерьеры – это всё, что за, да, то есть это какое-то освещение вокруг, может быть, ландшафт и так далее. Всё-таки дизайнер интерьеров проектирует помещения внутри. Дальше. Архитектор знает всё об инженерии, да, то есть он обязательно должен знать сопромат, это есть такой предмет сопротивления материалов, физику желательно, да, для того, чтобы понимать, как же взаимодействуют конструкции. Дизайнеру интерьера этого знать не нужно, потому что мы работаем в основном с атмосферой помещений, то есть мы никаких сложных конструкций не вносим в интерьер помещений, ничего такого страшного и сложного. То есть мы создаём в большей степени красоту. Далее. Архитектор работает у нас с общим объёмом объекта, да, что это такое? Это фасады, это то, что вот мы видим, само здание, это какие-то определённые узлы, развязки, а дизайнер работает непосредственно, как я уже сказала, с атмосферой помещений. Далее, да, архитектор у нас должен правильно связывать окружающий ландшафт и само здание или сооружение, что такое окружающий ландшафт. Это все дорожки, тропинки, это все холмики, горы, леса, кустики и так далее, которые находятся вокруг нашего здания, да, и то есть мы должны завязать это здание вместе с окружающей нашей средой. А дизайнер интерьера занимается тем, что он связывает как раз-таки стилистику уже здания, получившегося с внутренним интерьером, но не всегда совпадает и не обязательно эта задача стоит. Далее, чем ещё занимается дизайнер, это создание создаёт стиль помещения, подбираем цвета, материалы и другое. Так, вот смотрите, следующий слайд как раз для вас, чем я занимаюсь на работе, да, чем я занимаюсь. Я придумываю интерьеры, я создаю планировочные решения, что такое планировочные решения, мы с вами тоже, кстати, посмотрим. И если вдруг вы хотите посмотреть, как выглядит настоящий дизайн-проект, да, я вам его могу скинуть. Напишите плюсики в чате девушкам. И, собственно, я это всё пришлю, чтобы вы посмотрели и уже сейчас знали, что это за профессия, да, и что туда вообще входит. Далее, я подбираю цвета, материалы, мебель, я езжу на стройки различные, я встречаюсь со своими заказчиками, которые заказывают у меня интерьеры, посещаю различные выставки, презентации, путешествую, да, очень часто езжу в другие страны и города, потому что там проходят различные выставки. И давайте, смотрите, как раз-таки отвечу на вопрос. Сложно ли придумывать дизайн интерьера и как это происходит? Итак, как это происходит? К нам приезжает заказчик, да, человек и говорит нам о том, что он хочет сделать себе классный интерьер, например, квартиры. Мы не знаем, что для него такое классный интерьер, да. Для нас может быть классное что-то в розовых цветах, а для него может быть что-то классное в зеленых цветах, это условное обозначение. И для того, чтобы мы друг друга поняли, мы ему даем заполнить специальную анкету, она называется бриф, да. Он заполняет эту анкету и отвечает на все вопросы, какие он любит цвета, какие задачи нам нужно решить в интерьере. Конкретно, например, у него есть большой велосипед, а может быть даже три, и нам нужно где-то их хранить. То есть дизайнеры еще занимаются тем, что они создают грамотные и продуманные помещения, и поэтому дизайнеров очень любят, да. Не только за красоту и в итоге, да, которая у нас получается, а еще за то, что они функциональные, грамотные и классные, да, и можно сказать даже гениальные. То есть иногда люди думают, обалдеть, как это так? Вы спрятали все пылесосы и щеточки для уборки. Так, далее мы заполняем эту анкету с нашим заказчиком и начинаем уже придумывать интерьер. Прежде чем мы придумываем для него интерьер, мы показываем и разбираем вместе с ним готовые уже какие-то решения или картинки, да, потому что человек не всегда даже до конца сам понимает, что он хочет, представляете? То есть иногда приходит человек и говорит, я хочу классный дизайн, а какой дизайн, я не знаю, вот. Иногда заказчик попадается у нас хороший, и он соглашается с нашими классными гениальными идеями, да, ему все нравится, а иногда он говорит, что это совсем не то. И приходится для этого ему показывать уже готовые интерьеры, и он просто методом тык выбирает, вот это мне нравится, вот это мне не нравится и так далее. И далее мы уже садимся за то, что мы придумываем, как расставить мебель, как расставить предметы декора крупные, да, как расположить какие-то функциональные узлы. Функциональные узлы это, например, когда у нас в квартире или в доме есть такая комната, которая называется постирочная. И там вся бытовая техника, все-все-все у нас сложно. И дальше уже начинаем придумывать стиль, да, выбираем цвета, что-то смешиваем, миксуем, меняем и так далее. То есть у нас всегда бесконечный такой мыслительный процесс, и мы, конечно же, очень хорошо должны считывать именно нашего заказчика, да, поэтому мы должны быть такими очень эмпатичными людьми, да, эмпатичными. Так, далее. Дизайнеру интерьера обязательно нужно уметь рисовать. В чем заключается работа дизайнера интерьера, какие предметы нужно давать для дизайнера. Дизайнеру интерьера рисовать не обязательно, но желательно, да, не нужно именно быть профессиональным художником, прям супер-пупер-художником, но нужно, чтобы была поставлена рука. Да, потому что по, скажем так, нашей статистике, да, сейчас уже, когда я руковожу студией дизайна интерьера, и у меня со мной вместе работают мои коллеги-дизайнеры, если мне приходит какая-то идея, я очень быстро могу нарисовать рукой набросок, зарисовку какую-то сделать, и меня поймут, нежели чем я буду это долго так вот объяснять все, да. И почему очень нужно все-таки, да, лучше уметь рисовать, потому что как раз-таки вступительные экзамены, и первые два курса в университете вы будете рисовать, и потом уже у вас только начнутся программы, проектирование в программах различных компьютерных. То есть первые два курса, это всегда рисование карандашом, акварелью, частично даже гуашью, и даже есть такие у нас на обучении промежуточные, назовем их так, экзамены, когда вам нужно рисовать клоузуру, да, то есть это такая вот большая-большая какая-то, что-то типа баннера, да, и мы рисуем клоузуру. Далее, в чем заключается работа дизайнера интерьера? В том, чтобы взять пустую черную коробочку квартиры, да, а может быть не пустую, и придумать классный, красивый, функциональный дизайн, который будет нравиться нашим заказчикам, и где он себя будет чувствовать комфортно, и просто будет счастлив от того, что он живет в этой квартире. Не обязательно квартиры, мы проектируем и дома, и офисы, и рестораны, и магазины различные, и все-все-все, что угодно. Как проходит рабочее время дизайнера? Ну, смотрите, да, сейчас я не могу сказать, что мое время конкретно уже походит на время дизайнера, потому что я руковожу студией целой, а когда я работала сама на себя, я просыпалась утром, завтракала, да, я открывала свой телефон и видела, что мне пришло очень-очень много уведомлений, где заказчик спрашивает, подойдет ли нам этот ссу в интерьер? Я ему отвечаю о том, что нет, давайте лучше применим другой, другой какой-то стульчик, да, он будет смотреться лучше. И дальше я уже сажусь за компьютер, или я сажусь за листочек, эскизирую и что-то делаю на компьютере, да, то есть делаю планировочные решения, собираю коллажи, делаю визуализации. Далее я еду в магазин, например, плитки, или сантехники, или каких-то обоев, или краски, да, может быть, даже картин, галерею, и там я выбираю объекты, да, и материалы для своего интерьера. Далее я встречаюсь с заказчиком, могу попить с ним кофе или чай, да, и снова приступаю к делу. И, собственно, так проходит каждый день, потому что очень-очень много вопросов, но это очень интересно, потому что ты всё время постоянно что-то придумываешь, а самое главное, твои идеи, они потом реализовываются, представляете, это вот ты что-то придумал у себя здесь, а через время по тому, что ты придумал, собрали целый интерьер, и ты как будто бы создал его сам, собственно, ручно, и это так приятно наблюдать за тем, как твои интерьеры реализуются, это, конечно, того стоит. Далее, какие навыки нужны ещё, кроме рисования, чтобы сдать на дизайнера? Ну, в целом, русский, математика, я сдавала, вот, в целом всё. Так, далее, в дизайне интерьера тоже есть свои стили, да, в дизайне интерьера тоже есть свои стили, их очень много, и сейчас в дизайне интерьера преобладает такой стиль, он называется у нас эклектика, да, эклектика, это значит смешение стилей, то есть мы берём из одного что-то, из другого, всё это миксуем, мешаем, и получается очень стильно и классно. Далее, вопрос, а может быть такой, что человеку не понравилось то, что вы сделали? Да, такое раньше бывало, сейчас уже такого нет. Почему, да, очень редко так бывает? Потому что заранее мы человека опрашиваем, да, то есть мы ему даём анкету, заполнить с вопросами, где точно уточняем, что же он хочет, да, и показываем картинки примерно интерьеров, которые нам, кажется, ему подойдут. И он нам отвечает, да или нет. То есть вот в этом, собственно, главная ошибка некоторых, кстати, дизайнеров, да, они об этом не знают, и приходится им быть своего рода экстрасенсами, чтобы понять всё-таки, понравится заказчику или не понравится, понравится или не понравится. Для этого есть специальная анкета, и мы её заполняем. Так, теперь дальше давайте ещё. А, вот, смотрите, у меня есть для вас ещё один слайд, как выглядит дизайн-проект. Дизайн-проект у нас выглядит вот таким образом, если коротко. То есть он состоит у нас из чертежей, да, это как раз-таки планировочное решение, да, где у нас все размеры проставлены, где у нас расставлена мебель с учётом эргономики, да, эргономика есть такая вот наука, которая изучает, как правильно человеку взаимодействовать с окружающей средой. Далее, здесь у нас, конечно же, применены различные нормы, да, потому что есть проектирование нормы, и всё это изучается, в этом нет ничего страшного. Также это у нас визуализация, то есть это реалистичные картинки интерьеров, которые мы создаём для того, чтобы человек видел, да, как же будет выглядеть его будущий проект. Кстати говоря, мы даже сейчас делаем 3D-туры, когда человек может прям погулять внутри своих интерьеров, и это очень классно. Так что мы живём с вами в век технологий. Далее. Вопрос, смотрите, такой, да, а большая ли зарплата? Может ли быть дизайнер интерьера основной профессией? Для этого у меня тоже есть слайд, который называется «Сколько я зарабатываю?» Самый интересный, судя по всему, для вас, да? Итак, сколько я зарабатываю? Смотрите, когда я начинала работать дизайнером и работала в студии, я зарабатывала 30 тысяч рублей. У меня была зарплата, вот, мне её платили, мой начальник, да, дизайнер интерьера главный, и зарабатывала я 30 тысяч рублей. Далее мне уже стало скучно работать на кого-то, я хотела работать на себя, и в дизайне интерьера, в принципе, можно это сделать легко, да, самое главное, где-то находить заказы. И начала работать на себя, и начала зарабатывать 70 тысяч рублей, 70-80 тысяч рублей. Сейчас я уже открыла свою студию дизайна, и зарабатываю 300, 400, 500 тысяч рублей, полмиллиона, то есть всё зависит от того, как хорошо мы поработаем, ну, это, конечно, уже целая команда, да, но рост есть, и дальше можно расти, вот, и зарабатывать ещё больше. Поэтому профессия, на самом деле, хорошая. Может ли быть, чтобы дизайнер интерьера была основная профессия? Да, конечно, это моя основная профессия, и, собственно, поэтому у нас есть ещё и школа, да, потому что люди видят, что мы делаем классные проекты, приходят к нам, тоже хотят учиться, вот, но, опять же, напоминаю, с 18 лет и после фундаментального курса. Так, далее, вопрос. А английский нужно сдавать, чтобы стать дизайнером одежды? Дизайнером интерьера не нужно, дизайнером одежды, если честно, не знаю. Насколько я знаю, раньше у нас были какие-то филиалы в России, да, зарубежных университетов, куда нужен был английский язык, но сейчас я не знаю. Далее, вопрос. Сколько стоит одна работа, придуманный дизайн-проект? Всё зависит от того, какая площадь вашего объекта, который вы проектируете. Например, ну, возьмём квартиру 50 квадратных метров, да? Квадратные метры — это площадь наша с вами, 50 квадратных метров площади. И к нам человек приходит и говорит, вот у меня здесь есть кухня, у меня есть гостиная, балкон, спальня, ванная, гардеробная. Мне нужно сделать дизайн-проект. Вот 50 квадратных метров будет стоить проект где-то у нас 100-120 тысяч рублей, потому что один квадратный метр дизайн-проекта стоит 2,5 тысячи рублей. Вы можете, кстати, даже посмотреть, сделать аналитику, каждая по своему городу, да, прям найти дизайнер интерьера и поискать, сколько у них стоит дизайн-проект. И очень интересно и очень классно, потому что сегодня, например, одна цена, завтра другая цена, ещё лет через 5. Да, я предполагаю, что вам лет 13, 14, 15, да? Как раз если 13, то через 5 лет вам будет 18, уже, возможно, другая будет стоимость. Так, далее. Долго ли вы придумываете дизайн, и есть ли сроки, которые надо соблюдать? Ограничено ли время? Да, конечно же, есть сроки. Дизайн мы придумываем, как правило, достаточно быстро. Это где-то 2 недели у нас занимает, да? Такой штурм головного мозга. И, собственно, где-то недельки-две мы его придумываем, и дальше ещё недельки-две, 14 дней, мы его упаковываем, да? То есть создаём все необходимые чертежи. И, в общем, это получается 1 месяц. То есть за месяц мы придумываем это всё. Но на самом деле есть такой лайфхак. Если вы трудоспособны, если вы любите работать, то дизайн-проект можно сделать и за 3-4 дня. Вот, ну, это уже нужно будет работать в программах. Далее. Много ли людей обращаются за день к дизайнеру? За день, в принципе, достаточно много, да? Но это не значит, что каждый из них станет нашим клиентом. Потому что, как и в любой профессии, да? И в любой сфере услуг, да? Вы должны уметь преподнести себя, да? И кому-то вы можете понравиться, может быть, кому-то не понравитесь, может быть, ваше портфолио не понравится, да? И, например, если к нам обращаются в день 5 человек, нашими клиентами в дальнейшем станут 2 или 3 человека. Вот. Это называется конверсией 50%. Вот. Но это такие умные слова, страшные возможности, которые вам неизвестны, станут вам известны чуть позже, поэтому не пугайтесь. Вот. В принципе, в принципе, очень это хорошие деньги и достаточно хорошая профессия. Не знаю, насколько здесь много мальчиков. Мальчики у нас есть в чате или только девочки? Один-два мальчика. Ну, всё. Ну, в общем, суть в том, что это профессия, где одинаково хорошо воспринимают вас как профессионала в случае, если вы девочка, и в случае, если вы мальчик. Поэтому всё отлично. Так. Вот. Дальше. Да. Какие у нас ещё вопросы? Давайте расскажу. Отвечу на что-нибудь. У нас с вами, кстати говоря, время тоже ограничено. Да. У нас осталось чуть-чуть совсем времечко. Вот. Я отвечу ещё на парочку вопросов. И смотрите. Да. Для вас. Я задам вопрос. Да. Да. Я задам вопрос. Да. Хочу задать вопрос. Как ты относишься к интерьеру, архитектуре в готике? Мне прям интересно. Как я отношусь к готической архитектуре? На самом деле готическая архитектура – это что-то очень для меня завораживающее. Потому что на самом деле это выглядит немножечко страшненько. Ну, страшновато. То есть это прям веет таким жутью какой-то, да. Но когда ты подходишь ближе к зданию или ты заходишь вовнутрь и видишь, сколько мелких деталей собрано в этой архитектуре, это, конечно же, поражает абсолютно. Я обожаю готическую архитектуру, потому что это очень красиво. Мне нравится, что там всегда есть симметрия. Это очень здорово. Мне нравится, что это очень высокие, красивые здания. И, собственно, меня как раз-таки поражает то, что атмосфера там совсем другая. То есть как раз-таки задача архитектуры и дизайна – это создать определенную атмосферу, да. И в готических сооружениях и зданиях ты её чувствуешь. Ты себя чувствуешь таким маленьким и таким беспомощным. И это всё такое масштабное, столько деталей. Но мне очень нравится. А тебе нравится? Да, я была в Германии и... Сейчас я подойду. Ага. Да, я была в Германии и заходила в готический храм. Я просто обалдела от того, насколько я маленькая. У меня есть фотография, где мы с мамой стоим на фоне этого готического огромного замка, готического храма. Мы вот такие, как эти таракашечки, муравьишечки такие маленькие. И замок просто огромный. Куча деталей, куча каких-то вот таких элементов. Интересно. Окна. Это отдельная тема. Вот эти вот витражные огромные окна. Узкие. Вообще восторг. Да. Мне очень нравится готика. И я знаю просто, что многим ребятам тоже вроде как нравится. И я поэтому спрашиваю. Да, да. Это очень здорово. Если вам нравится, я вас тоже поддерживаю, потому что это прекрасное просто сооружение. И если у вас будет ещё такая возможность в будущем, присмотритесь прям, да, присмотритесь конкретно каждой детальки, которые на этом здании есть. Потому что даже те же самые какие-то двери, да, или проёмы, или ещё что-то, они всегда обрамлены чем-то. И это выглядит просто завораживающе. Очень красиво. Да. Кстати, ребята, знаете, что ещё интересненького я для вас приготовила? Так. Вот у меня сейчас вопрос, да, я вижу. Нужно ли развивать соцсети для архитектора-дизайнера интерьера? Да, конечно. Нужно развивать обязательно. Нужно развивать. Нужно делиться там своими работами. Потому что очень часто к нам приходят из соцсетей наши заказчики, да. То есть они какое-то время за нами наблюдали, а далее они пришли к нам и заказали у нас дизайн-проект. Вот. Обязательно нужно, конечно же, развивать. И вот в тему как раз-таки, да, про то, что вам нужно будет приглядеться, да, если вдруг вы окажетесь где-то рядышком с готическим зданием, в готическом стиле, приглядеться к этому непосредственно зданию. Почему, да, смотрите, дизайн интерьера – это профессия, в которой можно развиваться и учиться бесконечно. Там столько всего интересного и столько всего нужно знать, да, и уметь. Но прежде всего это нужно развивать на осмотренность, да. То есть не бывает такого, что, ну, конечно же, бывает, когда вы родились, и у вас просто идеальный вкус, вкус, и ваш интерьер нравится всем. Такое бывает очень редко, и все это приходит благодаря тому, что вы развиваете насмотренность. А насмотренность нужно развивать как? То есть если вы идете по улице, гуляете, да, вы должны обязательно посмотреть по сторонам, оценить архитектуру, оценить ландшафт. Если вы заходите в какой-то кафе или магазин, присмотритесь к интерьеру, нравится он вам или нет, оцените какие-то детали. И чем больше вы будете смотреть и глазами, скажем так, какие-то детальки для себя забирать в свою копилочку, тем больше у вас в памяти останется идей для дальнейшего придумывания этих интерьеров. Конечно же, самое лучшее, самое лучшее для дизайнера это путешествия, в которых мы вдохновляемся, да. Ну, я надеюсь, что у нас будет такая возможность в ближайшее время, все будет хорошо. Ну, а в случае, если путешествия, например, возможности для путешествий нет, то можно обращаться к различным источникам для вдохновения. И я вам их также сейчас напишу, я думаю, что я девушкам скину. Да, это есть такой сайт, наверняка вы его знаете, Pinterest, да? Девочки знают, наверное, Pinterest. Далее есть сайт для архитекторов, для дизайнеров, который называется behance.ru. Может быть, знаете? Слышу еще. Да, 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 там тоже много всего интересного, обязательно посмотрите. И, конечно же, различные соцсети, да, в которых мы с вами привыкли сидеть, да, там очень-очень много, тоже всего интересного. Подписывайтесь на дизайнеров, следите за их работой. И напоминаю, что вы можете меня найти вот по этим ссылочкам, да, в Инстаграме. И также, смотрите, я хочу вам подарить чек-лист. Чек-лист. Что за чек-лист? Чек-лист, в котором будет рассказано, да, о том, как нам подготовиться с вами к профессии дизайнер интерьера, что нужно для этого сделать, да, полезные ссылки и источники. Я вам скину свой дизайн-проект настоящий, чтобы он у вас был только у меня к вам просьба никому его больше не пересылать, да, он будет только у вас. Вот, и у меня еще будет домашнее задание, да, для вас. Чтобы получить этот чек-лист, я вам предлагаю придумать или нарисовать, да, идеальный интерьер своей комнаты. Идеальный интерьер своей комнаты. Придумать можно, просто собрав какие-то картинки в калаш, да, или прям нарисовать его, да, с учетом перспективы, например, линейной, да. Если вы не знаете, что такое линейная перспектива, то нужно обязательно идти на фундаментальный курс, потому что там это все есть. И, собственно, отметить меня в Инстаграме. Мы будем вас репостить в школу свою, и взрослые наши студенты-дизайнеры будут видеть ваши работы. Это будет очень здорово для того, чтобы вы позаимодействовали. Может быть, вы даже сможете там с кем-то пообщаться. А самое главное, другие увидят, какие вы талантливые ребята. Вот. Ну так что, да, я верю в то, что у вас обязательно все получится. Ни в коем случае не нужно сомневаться в себе. Нужно учиться, стараться, быть заинтересованным в своем деле. Желательно обрести вокруг себя поддержку в виде поддержки родителей, друзей. Ну и если вы чего-то очень сильно хотите, никого не слушать, да, и идти к своей цели, к своей мечте, и вот все обязательно получится. Спасибо вам большое за вопросы. Я была очень рада с вами пообщаться. Надеюсь, что беседа была, несмотря на то, что она коротенькая, очень полезной. И напоминаю, что я вас всех жду, да, в своем инстаграм. Отмечайте меня, отмечайте нашу школу. Обязательно рисуйте скетчи, да, или просто коллажи своих интерьеров. И, конечно же, присоединяйтесь к нашему фундаментальному курсу. Мы вас всех очень-очень ждем. Спасибо вам большое. Если что, вы можете мне еще какие-то вопросы задать в директ, я вам с удовольствием отвечу. Напомню еще раз на всякий случай, да, вот вся информация про школу, да, которую нужно будет отмечать, и мы вам скинем чек-листы и дизайн-проекты. Все, всем пока-пока. Я рада была вас видеть, и я передаю слово Лере. Она продолжит. Ну, а вам хорошего дня. Хороших выходных, но завтра уже, по-моему, учебный день у нас, да? Все, на связи, ребята. Всем еще раз приветик. Итак, ну, всю информацию мы вам еще раз продублируем потом в чаты, на канале будет, в инстаграме будет, везде, где только можно. Мы выложим все ссылки. И домашку еще раз продублируем, все напишем, чтобы вы не забыли и сделали. На самом деле, я вот сейчас сидела рядом, слушала информацию, сама узнала очень много нового для себя. Я прям даже не ожидала. Потому что я училась на дизайнер одежды, и мне было очень интересно послушать про дизайнера интерьера. Это действительно очень много полезной и интересной информации. Я даже, знаете, после этого эфира, наверное, тоже выложу какие-то свои впечатления, поделюсь с вами, что для меня сегодня было новым. Вот. И напоминаю, ребята, что те, кто хочет на фундаментальный курс, в описании вот сейчас под этим видео, которое вы смотрите, есть ссылочка. Там анкета. Просто заполняйте ее, прикрепляйте свои рисунки. Там есть место, куда можно прикрепить свои рисунки. И просто ждите, когда мой куратор Эльвира и я с вами свяжемся и с вашими родителями. Вот. Будем обсуждать, и всю-всю-всю информацию про наш фундаментальный курс мы вам расскажем. Вот. А теперь, я думаю, мы будем прощаться. Большое спасибо, что вы пришли. Сейчас Эльвира мне поможет. Сказала про ссылку в описании. Ссылочка в описании, да, сказала. Все, все напомнила. Ребят, не забывайте про ссылку в описании для тех, кто хочет на фундамент. Я уже несколько раз повторила, но лишним не будет. И будем прощаться. Всем пока-пока. Сейчас мы будем выключаться. Да, я ухожу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok До свидания.